В Куране все есть, то есть один Куран подобно всем небесным книгам. В Куране все собрано, все примеры и все пользы. Поэтому Всевышний Аллах описывал Куран, сказал Куран подтверждает все, что было сказано до этого в книгах. И также Мухайминан Алейх, то есть разъясняет и дополнение еще помимо этого. То есть все, что было в предыдущих писаниях в Куране есть, и плюс еще новые законы. И также Всевышний Аллах сказал Пророку Мухаммаду, и это же нас касается. И вот сказал посланник Мухаммад салаллаху алейхи вассалям, Я Рабби, о мой Господь, поистине мой народ отдалился от Курана, оставил Куран. То есть как же, так же как отдалился во времена посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям народ от Курана. К сожалению, в сегодняшний день тоже люди отдалились от Курана. И из числа мусульман, то есть не хотят изучать Куран. Даже на примере, если смотришь, сколько людей хотели научиться Куран. Каждый год он начинает, у него не получается там. Или там один-два урока пропустил, все оставил, забыл, у меня дела не получаются и так далее. Потом на следующий год опять возвращается этот человек и говорит, опять хочу научиться. С нуля опять начинает, походническое занятие опять оставляет и так далее. Субханалу, нет у него такого стремления, желания. У меня один близкий брат, хотелось поделить с вами, да. Аллах субханалу алейхи ему дал большого такого положения, вообще, альхамду ля, из-за риска. Аллах субханалу алейхи ему дал много риска, Аллах ему дал много, большой удел. У него там свои заводы, нефтяные компании, два своих самолета есть, да. То есть, алхамду ля, Аллах субханалу алейх, много что дал. Он читает Куран на распев, читает пять раз в день намаз. Но он быстро научился и четко с таджвидом много изучает. Он уже ему под 60 лет уже ему сейчас. И он, когда ходил, я даже сам помню, субханалу алейх, он приходил ко мне на урок в мечеть. Например, мы с ним договаривались, так, во сколько, например, там скажем, в три часа. Он говорит, а можно без пяти-три? То есть, смотрите, как пунктуально относился к этому. То есть, у нас урок, если был час, можно без пяти-три, потому что у меня там потом встреча, там еще что-то. Один раз было, субханалу алейх, такое, я ему звоню, говорю, вы где? Он говорит, все-все-все, как говорит, я иду, тут пробка большая, я машину бросил. Я, говорит, сейчас бегу через дорогу, там, на Минской, бегу и к вам сейчас приду. Сильный ливен на улице, он с своим охранником бежит, там, зонтиком его держит. Он бежит быстро-быстро, чтобы успеть на Куран уже ему за 50 лет. И он, алхамду ля, он учился. И когда я ему задал вопрос, маша-аллах, я говорю, вы, многие молодые, как бы, не могут, как бы, устоять. То есть, начинает, оставляет, говорю, вы, как бы, у вас столько дел, там, да, как бы, там, бизнес, другие дела. То есть, как вы, вот, маша-аллах, как бы, так усердие делали. Он говорит, а я, вот эти вот слова, субханаллах, пусть каждый из нас возьмет, он говорит, я, говорит, на урок Кур'ана ходил, как на встречу с Аллахом. То есть, я понимал, что Кур'ан, это обращение к Аллаху, субханаллаху, 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 поэтому он говорит я говорит все что сделал обычно как вот к сожалению да бывает ну давай там например куран брат все я готов учиться но вот в это время у меня там встреча в то время у меня там и он какую-то вот смотрит время для курана чтобы найти потом это когда наступает время я братья наверное не получите извините это а это человек и вообще как должен быть мусульманин все свои остальные встречи подгонять под урок курана не куран подгонять а остальные все встречи под это тогда научиться начало он должен понимать что ты это не игрушки это речь аллаха посмотрите мы сейчас с вами прочитали как он возвышен тот кто с кураном то кто читает куран мы для чего мы вот этого сейчас вот перед тем как начинать братья и сестры в тафтир зайти почему вот это вот тамгид вот это как бы вступление мы с вами каждый день разбираем дабы понять величие курана дабы понять величие курана и как преуспел тот человек который вместе с кураном аллах субхану ва-та'але все дела решает если человек будет этой дуни занят постоянно думать об этом как сказал пророк мухаммад у него будут столько дел он не сможет избавиться от этих дел но если у человека будет основная цель это вечность то этот дуния придет к нему рагами то есть это она и к нему придет сделает поклон этому человеку то есть так скажем преклониться перед этим человеком риск наш с вами никуда не уйдет от нас в аллахе мы должны цель с вами устраивать сделать поставить то есть цель идти к этому человеку фейдзи азамта фитова каляна аллах если ты намерился то если ты поставил цель то полагайся на аллах субхану ва-та'але а а а а